Ребят, всем привет! Вы на канале TradeFact, на связи Глеб. Ну что ж, перед нами новый исторический хайп битка 71 тысяча долларов. И сейчас у многих паника, страх и непонимание, что происходит с рынком, почему растет биткоин, будут ли дальше продолжать расти альты, до каких отметок еще может вырастать биткоин, либо все это огромная ловушка, скоро все будет очень сильно падать, и тогда где самые вкусные точки, чтобы подбирать. В общем, поговорим обо всем этом, дам конкретно свое видение, что сейчас делаю я. Так что устраивайтесь поудобнее, будем начинать. Первое, рекомендую вам подписаться на свой телеграм-канал, он есть в описании под этим видео, потому что меня на ютуб-пространстве не было больше, чем неделю, но тем не менее, у себя в телеграм-канале в текстовом формате я давал всегда краткий апдейт по рынку и, в принципе, рассказывал все свои мысли. Ну, например, пост за 6 марта, что прошлую недельку закрыли весьма позитивно, и потенциал переписать all-time high вполне имеется, что сейчас, собственно, и происходит. Также прошлая дневка многообещающая, если сегодня закроемся 66к и выше, велика вероятность быстро уйти на тот самый all-time high. Мы как раз закрылись немного выше, чем 66 тысяч долларов. В общем, если вам такие ценные включения, то рекомендую подписаться на телеграм-канал, и там будут такие краткие апдейты по рынку. Думаю, многим этого не хватает, потому что я сейчас головой ушел в обучение в закрытой группе, там мы с ребятами занимаемся, и сейчас я в публичном пространстве не так часто появляюсь. Ну, а теперь давайте обсудим текущий рынок. Давайте начнем сразу с триггеров. Первое. Что у нас происходит в стаканах, в ленте сделок? В ленте сделок уже не одну неделю у нас происходит следующее, что покупок в два раза больше, чем продаж совокупно за последние сутки среди крупных покупок от 10 битков. Прямо сейчас видим, что это происходит и по текущий момент, то есть прошлые сутки у нас также с перевесом покупателей. Как следствие, да, мы видим, что цена у нас неплохо драйвит. Сразу хочу показать вам вот эти еще две замечательные вещи, которые также всех быков не могут не радовать. Покупки по 70 тысяч долларов на бирже Binance в 100 тысяч и 94 битка. Это также хороший позитивный триггер для дальнейшего похода цены наверх. Что касается стаканов, по ближайшим сопротивлениям, куда мы можем вырастать, это 72-74 тысячи долларов. В принципе, у нас здесь похожая картина и на бирже Coinbase. И следующая зона у нас уже, в принципе, довольно большая. Это от 75 до 80, 81 мы можем подрастать. В принципе, здесь что-то похожее. Это по целям в стаканах, да, где у нас будут ближайшие, более такие значимые сопротивления, где сейчас сосредоточена наибольшая ликвидность и наибольшее отложенное желание продать. Что касалось стаканов, теперь давайте посмотрим интересного по действиям фондов. Мы сейчас находимся на аналитике одного из крупнейших биткоин-фондов Grayscale, который, в принципе, продолжает продавать битки. И примерно это происходит где-то 5000 биткоинов примерно каждые сутки. В целом, что я вам хочу показать. Самые сильные продажи были здесь. И вот где-то с этого момента у нас произошло определенное замедление. То есть, действительно, Grayscale по текущий день идут продажи. Идут продажи. Последняя у нас статистика за 9 марта и были продажи битка. Но, как бы, здесь ничего нового. Темпы у нас немного замедляются, если смотреть в средней глобальности. Но продажи продолжаются. Но есть замечательный фонд BlackRock, Fidelity и так далее. Сегодня рассмотрим на примере BlackRock, что произошло. А у BlackRock уже новые рекордные числа. Мы видим, что они владеют биткоин BlackRock ETF размером 195 тысяч битков, который оценивается в текущем эквиваленте приблизительно 13.6 миллиарда долларов. То есть, они регулярно наращивают свою массу битков довольно быстрыми темпами. Можем проследить, например, по графику. Да, понятно, что за последний месяц у нас вырос и биток. Но давайте посмотрим на графику, что буквально произошло за месяц. Если месяц назад у нас было около 3 миллиардов на счету компании BlackRock, да, в эквиваленте битка, было 3 миллиарда, то на текущий момент, ну, в принципе, цифру вы знаете, да, что это уже 13.6 миллиардов. Всего лишь за месяц такой квантовый скачок на 10 плюс миллиардов. И это один, всего лишь один месяц прошел. То есть, сейчас на рынке у нас потихоньку разгорается очень сильная эйфория. И какую я важную мысль, какой месседж сегодня хочу до вас донести. Что, ребят, до сегодня я вам говорил, и снова подтверждаю эту мысль, что не идите против тренда. Не делайте никаких глобальных среднесрочных шортов, потому что вас будет регулярно наказывать. Если это в вашей стратегии, вы скальпер, дейтрейдер, то окей, пожалуйста, рынок можно шортить всегда. Главное находить паттерн. Но, если вы торгуете график более глобально, то не стоит сейчас шортить. Уберите вообще эту кнопку подальше. У меня риторика остается прежней. И даже несмотря на то, что мы сейчас уходим уже кратно выше, чем был у нас предыдущий хай, да, там выше на 1000 ушли, уже, в принципе, это значимо. Но рекомендация остается прежней. Не пытайтесь найти ту самую разворотную точку. Я понимаю, как сейчас крещат множество индикаторов о том, что рынок перегреет парадом минимум на 15, 20 и 30% коррекцию типа битку. Ребят, ну это лишь индикаторы. Они не предсказывают будущее. Поэтому, пока у нас такой есть стронг тренд, лучше торговать по тренду. По крайней мере, мои последние две недели активных торгов, они как раз основываются на лонгах. Потому что сейчас лучше всего лонговые позиции, как по битку, так и по альтам. Собственно, до теперешних пор я придерживаюсь этого мнения. И пока что все-таки рекомендую очень много раз подумать, если вы сейчас глобально хотите зашортить либо биток, либо альты. Это первое. Второе. Давайте взглянем на график битка, что последняя значимая коррекция у нас была на отметке в 14% мы падали, но в эти же сутки у нас все откупали. То есть глобально мы находимся в восходящем тренде. Мы уже переписали all-time high. Это важно понимать. Среднесрочно и краткосрочно мы тоже находимся в глобальном тренде. Даже недавно у нас сформировалась довольно интересная трендовая, которую мы пару раз прокалывали. Сейчас покажу эти проколы. Прокол номер раз и прокол номер два. То на текущий момент мы снова зашли под этот тренд, над этой трендовой. И цена у нас торгуется здесь. Поэтому, ребят, но сейчас куда ни глянь на какой тренд, на краткосрочный, долгосрочный мы находимся в восходящем тренде. И работать против тренда это не всегда здравая идея. Теперь по коррекциям, по ближайшим коррекциям, куда мы можем падать. Ну, собственно, вы видите, у меня нанесены две зоны. Первая зона 67-69. Куда может скорректироваться биток? В принципе, легко. Это от трех до шести процентов. И зона под номером два. Это 65-64. То есть биток еще может от 8 до 10 процентов показать коррекцию. Легко нарушить этот локальный краткосрочный тренд. Такое может быть. Это с той точки зрения, где стоит сейчас присматриваться, где откупать биток, если у нас будут какие-то минимальные коррекции. Но, с другой стороны, у нас коррекции может и не быть. И мы можем сейчас, если цена закрепится примерно до 70-71 тысячи долларов и не будет сильно ниже падать, и самое главное, на дневке мы не будем закрепляться ниже, вот тогда может действительно начаться какое-то безумие. Потому что все, у нас на графике нет ни единой зацепки. Это называется рынок, который дальше будет, по сути, изучение цены, открытие цены, либо же на английском price discovery. Что это значит? Это значит, что у нас потенциал неизведан. Это значит, что биток может легко уходить на 75, на 80 и так далее тысяч долларов. В принципе, единственное, да, к чему мы можем сейчас привязываться, это ситуация в стаканах. Я вам уже говорил 72-74 и второй диапазон 75-78 на ближайшее время. Что мы можем вообще увидеть? Дальше нужно уже будет смотреть по факту. Также, что еще хочется вам показать? График BTCD, то есть доминация битка. В принципе, да, мы находимся около там флетовых значений, 52-54. Но у нас по-прежнему остается очень вкусная зона 47-49 и 39-41 с половиной. Если мы увидим здесь биток, то, уверяю, на рынке будет такой альсезон, который, скорее всего, мы еще не видели. Особенно, если мы попадаем в эту зону. Даже если биток приходит на эти значения, значения номер один и значения номер два, это уже будет действительно такой тотальный хороший альсезон. Будет стрелять, ну, скорее всего, абсолютно все. Что-то будет больше, что-то меньше. Если сюда, то это будет просто альтовое ралли, которого, скорее всего, за все время существования крипторынка еще вовсе не было. Это вам на подумать. И самое важное мысль, что, ребята, это не значит, что завтра, либо через неделю так будет. В целом, такой потенциал, по крайней мере, до конца 2004 года имеется. И пройдет это либо через коррекцию BTC и альтов, и только потом мы это увидим, либо это может быть как раз в фазе, в которой мы сейчас находимся, Price Discovery, то есть что биток еще должен немножко подрасти и дальше зафлейтить выше, чем исторические максимумы, где он находился. Отсюда рекомендация. Сейчас, возможно, неплохое время, чтобы присмотреться к некоторым альтам, которые еще не так сильно выстрелили, но в которых вы видите потенциал по фундаменталу, по токеномике, в общем, по критериям, по которым вы анализируете проекты. Возможно, это довольно неплохой будет мув. Сейчас потихоньку набрать на аспоте эти альты, возможно, присмотреться на деривативах с грамотно размещенным стопом. Главное, чтобы стоп не был 2-3%, который может вам мимолетно снести, имею в виду каких-то глобальных свинг-трейдинг-сделок. Вот, возможно, это будут довольно неплохие варианты. Также обсудили, да, что у грейскейла, в принципе, продажи идут, но темпы не увеличиваются. BlackRock кратно увеличивает свой капитал. В отчетах сейчас, чтобы видео не выходило слишком большим, CoinShare снова публикует, что большинство, ребят, большинство трейдеров, точнее, большинство инвест-компаний у нас по-прежнему с кратной динамикой выкупают биткоин, то есть у нас спрос абсолютно не падает, и на рынке все смотрится весьма позитивно. Вот то же самое, да, что мы убедились, сейчас у нас происходит в стаканах, в ленте сделок. Давайте подрезюмируем, что у нас сейчас происходит. Итак, первое, что у нас по-прежнему очень сильно подогрет интерес, и у нас по-прежнему фонды выкупают это все с рынка. Факт. Второе, мы сейчас находимся в режиме Price Discovery, где, в принципе, цена может уходить очень быстро, и альты могут прям иксовать довольно кратно. Что может это все нарушить? Это может нарушить, если на дневке мы закроемся ниже, чем 69 тысяч долларов, и здесь зафлетим на какое-то время. Это лишь нарушит, да, момент эйфории здесь и сейчас, это значит, что на ближайшие дни, ну, вряд ли мы так будем кратно подрастать, но, тем не менее, да, там на среднем сроке, даже там взять 3 месяца, скорее всего, мы дальше увидим продолжение восходящей динамики. Вот. Это что касалось таких, да, локальных паттернам, зачем нам стоит сегодня понаблюдать. Также, если мы проанализируем, например, там недельку, прошлая неделька закрылась, как бы, весьма неплохо, на отметке 69 тысяч 100, и, в принципе, да, по тому, как закрылась неделька предыдущая, вернее, 2 недели назад и неделю назад, мы, в принципе, можем допускать, что это еще не конец этого потенциала, и мы можем подрастать выше. В принципе, отметки, до которых можем ближайших локальных подрастать, я вам показал уже по стаканам эти зоны. Кнопку short на ваш страх и риск я пока что не использую, я работаю только по тренду. И присматривайтесь к альтам, которые еще не выстрелили, с точки зрения испота и деривативного, я имею в виду, на фьючерсах с довольно большим стопом, как с винтрейдинг. Это будет, как по мне, наиболее грамотные и интересные решения. Все, если у вас остаются вопросы, задавайте их в комментарии. Если это видео было для вас полезным, обязательно влепите жирный лайк и подпишитесь на канал, а также не забывайте подписаться на мой телеграм-канал, если хотите получать такие важные краткие апдейты по рынку, когда я не появляюсь в YouTube-пространстве. Все, ребят, всем желаю хорошего дня, пока!